Знаменитый попугай Алекс обладал внушительным словарным запасом, он знал более ста слов. Слон по прозвищу Косик научился говорить с помощью кончика своего хобота. В связи с этим представлялось несколько странным, что обезьяны не могут достигать таких же успехов, а ограничиваются лишь улюлюканием, воркованием и хрипением. На протяжении многих десятилетий исследователи считали, что обезьяны просто не могут воспроизвести звуки человеческой речи, их речевой аппарат и организм не устроены соответствующим образом. Однако новое исследование предполагает, что макаки в действительности могут говорить. Результаты исследования предоставляют новые интересные зацепки для антропологов и исследователей речи, изучающих, как люди научились говорить. Исследование показывает, что голосовой тракт макак способен на большее, чем считалось ранее, говорит лингвист и эксперт по фонетике Джонес Линк из Канадского университета Виктории. Ведущий автор нового исследования Уильям Текумси Шерман Фитч Третий, эволюционный биолог из Венского университета, говорит, что о причинах, почему обезьяны не могут говорить, задумывался еще Чарльз Дарвин. Исследователь считал, что они не способны говорить, поскольку их мозг недостаточно развит, поясняет Фитч. Но с течением времени антропологи пришли к мнению, что всему виной голосовой тракт обезьян. Им просто не хватает гибкости для воспроизведения широкого спектра гласных звуков, которые присутствуют в человеческой речи. Он и его коллега Асиф Газанфар, нейробиолог из Принстонского университета, считают, что прав был все-таки Дарвин. Фитч Газанфар научили Эмилиана, длиннохпостую макаку, живущую в лаборатории Принстонского университета, сидеть в кресле пока исследователи снимали на видео, как он ест, зевает и делает различные вокализации, а также просто чмокает губами. Специалисты проанализировали рентгеновские кадры и собрали целую коллекцию из 99 различных конфигураций голосового тракта Эмилиана. «По сути, мы создали модель всех возможных действий, на которые способен голосовой аппарат обезьяны», — говорит Фитч. Затем исследователи использовали набор лингвистических инструментов, которые показывают, какие конфигурации губ, языка и гортани могут производить те или иные частоты. Последние соответствуют различным гласным звукам. Некоторые языки имеют меньше пяти гласных в своем составе, однако гласные звуки имеют важное значение для человеческой речи. При вычислении так называемого «гласного пространства» у макакфичи Газанфар открыли, что теоретически подопытное животное может производить пять отличающихся гласных. Они примерно соответствуют «а», «е», «и», «аю» в английском языке. И, наконец, ученые ввели полученные ранее конфигурации голосового тракта Эмилиана в компьютерную программу, которая имитирует гласные и согласные звуки с учетом различных анатомических параметров. Специалисты выбрали фразу, показывающую широкий спектр гласных «ты выйдешь за меня». Затем прокрутили ее через симуляцию голосового тракта обезьяны. По сравнению с человеком сымитированный голос звучит довольно однообразно и хрипло, однако все слова четкие и понятные. Результаты предполагают, что с точки зрения анатомии макаки наделены всем возможным для воспроизведения человекоподобной речи. И поскольку их анатомия голосового аппарата очень близка к другим обезьянам, то такие животные, по мнению Фича, являются готовыми для речи. Так почему же тут же Эмилиана не разговаривает с учеными? Обезьянам не хватает нейронного контроля над своими мышцами голосового тракта, чтобы правильно настроить их для речи, заключает Фич. Хотя он признает, что пока для ученых остается загадкой, почему другие животные могут произносить даже непростые для воспроизведения слова. Продолжение следует...